На минувшей комиссии по местному самоуправлению депутат ГААК затронул тему зарплат и премий, которые получают председатель Думы и его заместитель. Итак, давайте разбираться по порядку. В Соликамской городской думе интересы жителей представляет 25 депутатов, и только двое из них работают на постоянной основе. Это председатель Думы Сергей Якутов и его заместитель Евгений Мальгин. Они и получают зарплату. Остальные 23 депутата работают на непостоянной основе, по сути, на общественных началах. Если быть конкретнее, то только председатель Думы в этом году может рассчитывать на получение 2 млн 347 тысяч бюджетных рублей со всеми начислениями. Разделим на 12 месяцев, получается 195 тысяч рублей в месяц без учета налогов. Аналогично по заму. 1 млн 618 тысяч на год со всеми начислениями или 134 тысячи рублей в месяц без учета налогов. Мы обратились к жителям города, чтобы узнать их мнение по поводу заработной платы председателя Думы. 1020? 10 тысяч там. Почему такая сумма? Так ничего они делают, по сути. Ну, как, примерно как у рабочего, примерно сумму назовите. Ну, 40 где-то так тысяч. Я считаю, что зарплата его должна быть, ну, как у производственников, ну, тысяч 40. Отметим, что должностной оклад председателя Думы составляет 29 тысяч 200 рублей. Как видно, основную долю выплат составляют надбавки и премии. Так, премия по результатам работы за квартал может достигать 100 процентов должностного оклада, а за год может доходить до 150 процентов. Кроме этого, председатель может получить премию за выполнение особо важных и сложных заданий. При этом эти премии ограничения в размере не имеют. И все вроде бы ничего. Вот только все эти надбавки и премии председатель Соликамской Думы, как оказалось, назначает себе сам. Вот этот нюанс и предложил поправить депутат ГАК. В данном случае проект решения не изменяет порядок установления выплат, а только способ принятия решений об осуществлении таких выплат. Это важное уточнение. Предлагается утверждать установление и порядок оказания выплат решением Соликамской городской Думы, как коллегиальным органам. Депутат Субботин спросил у председателя Думы, какими критериями тот руководствуется при принятии решения о начислении себе премии. Сергей Якутов заявил, что такие критерии есть, но перечислять их не стал. Депутат Морозов спросил у Сергея Якутова, кто ставит перед ним эти сложные задачи, за которые полагаются такие премии. Но и на этот вопрос депутаты не получили ответа. Тем не менее, часть членов комиссии – Сергей Якутов, Евгений Мальгин, Светлана Власова, Николай Осокин и Сергей Кобзаренко – предложение депутата ГАГа не поддержали. Будет ли этот вопрос теперь осматриваться на Думе, узнаем 30 мая. А вот предложение депутата Субботина было принято. После комиссии мы обратились лично к председателю Думы, чтобы узнать его мнение о предложении Евгения ГАГа. Нет, нет желания. Вот честно говоря, нет желания вообще разговаривать на эту тему. Без комментариев. Ну а нашим зрителям в наших группах в социальных сетях мы предлагаем прокомментировать документ, на который мы опирались при создании этого сюжета. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания Соль-ТВ.